попробую я ее сейчас запустить не всегда получается так сейчас видно кто-нибудь пожалуйста отзовитесь замечательно итак наше сегодняшнее занятие связано с металлами мы попытаемся разобрать все насколько возможно максимально свойства металлов и главных и побочных подгрупп а начнем с общей характеристики металлов и здесь я остановлюсь на нескольких таких основных пунктах ну во первых число электронов на внешнем слое металлов чаще всего составляет от 1 до 3 то есть это металлы которые находятся в главных группах первых трех главных подгруппах первых трех групп периодической системы и исключения они здесь у нас на слайде есть составляют германии олово свинец у них на внешнем слое 4 электрона есть еще ряд исключений которые здесь видно и видите что число электронов для веществ для ряда веществ она может отличаться но в основном это от 1 до 3 электронов также следует отметить что внешние электроны очень слабо связаны с ядром то есть небольшая прочность связи внешних электронов с ядром тоже в металлах присутствует третья особенность металлов они очень легко отдают валентные электроны то есть электроны которые находятся на внешнем электронном слое на внешнем энергетическом уровне ну и наконец для всех металлов характерно то что у них одна общая как бы точнее один общий тип кристаллической решетки для всех это металлическая кристаллическая решетка кратко тоже о физических свойствах металлов все металлы являются твердыми исключение составляет только ртуть которые при комнатной температуре является жидкостью металлы характеризуются у нас специфическим таким металлическим блеском непрозрачностью они являются хорошими проводниками теплоты электрического тока кроме того они пластичные упругие и достаточно прочные по степени твердости металлы разделяют на мягкие и твердые металлы например щелочные металлы такие как калий и натрий их относят к мягким это металла которые легко режутся ножом а вот хром это самый твердый металл его естественно уже ножом не разрежешь ну и отношению к магнитным полям металла будут разделяться на фирма магнитные и в эту группу у нас попадают железо кобальт никель пара магнитные это такие металлы как алюминий хром титан и третья группа это будут диамагнитные металлы это будет олово допустим медь или висмут то есть они по-разному ведут себя магнитных полях ну и прежде чем мы с вами будем разбирать конкретные свойства точнее свойства конкретных определенных металлов давайте сначала познакомимся с общими химическими свойствами характерными вообще для металлов целом и так как я уже сказала ранее металлы очень легко отдают свои валентные электроны при этом они превращаются в положительно заряженные вот процесс отдачи электронов отражает у нас вот это вот схема то есть металлы у нас являются всегда восстановительными ну и свойства и химические достаточно разнообразны они могут взаимодействовать и с простыми веществами и и со сложными веществами из простых веществ металлы достаточно хорошо и реакции идут быстро взаимодействуют с различными галогенами это допустим с хлором с бромом с йода образуются галогениды ну и в качестве примера здесь у нас реакции образование хлорида магния приведена большинство металлов достаточно легко окисляется и они как правило большая часть из них образуют оксиды том числе и натрий может образовывать оксид но здесь вы для себя должны отметить про это будем говорить чуть позднее что щелочные металлы при взаимодействии с кислородом дают не только оксиды но и перекисные соединения взаимодействие с серой металлов приводит к образованию сульфидов например как здесь у нас в примере сульфид железо будет образовываться при взаимодействии с водородом образуются гидриды и вы видите здесь реакцию взаимодействия кальция с водородом в ходе которой образуются гидрид кальция ну и еще один пример взаимодействие с простым веществом это с углеродом который приводит к образованию карбитов и тоже дан пример с кальцием здесь реакция и образуется кальция 2 карбит кальция ну и со сложными веществами металла тоже могут взаимодействовать если у нас металл относится в группе активных металлов а это у нас металлы прежде всего щелочные то они могут взаимодействовать с водой с образованием щелочи и выделением водорода то есть допустим у нас натрий взаимодействует с водой образуется натрий ваш и выделяется водород в ходе этой реакции металла которые стоят в электрохимическом ряду напряжения или в ряду напряжения или в ряду активности металлов и и находятся они там стоят до водорода то они могут взаимодействовать достаточно хорошо взаимодействует с разбавленными кислотами а в ходе таких реакций образуется соль и также выделяется водород и примером такого взаимодействия здесь является реакция взаимодействие алюминия и соляной кислоты исключением в данном случае будет являться только разбавленная азотная кислота надеюсь вы помните что здесь у нас азотная кислота проявляет и кислотные свойства и является всегда окислителем ну и еще один пример который у нас здесь присутствует на слайде это взаимодействие металлов с солями состав которых входит менее активный металл например это будет реакция описывающие взаимодействие железа и сульфата меди да это у нас реакция замещения в ходе которой железо замещает медь в сульфате но если у вас под рукой ряд активности металлов вы можете на него посмотреть то увидите что железо у нас является металлом средней активности а медь она уже стоит за водородом и относится к неактивным металлом ну естественно говоря о металлах необходимо также сказать и о характере соединений которые они образуют это прежде всего об характере оксидов и гидроксидов активные металлы образуют типичные основные оксиды такие допустим как оксид натрия оксид кальция оксид бария и соответственно они образуют щелочи то есть оксиды растворимые извиняюсь гидроксиды растворимые в воде такие допустим как натрий ваш или кальций ваш дважды некоторые металлы из них вам нужно знать обязательно цинк алюминий хром они образуют амфотерные оксиды и гидроксиды то есть соединения которые ведут себя либо как кислоты допустим если мы говорим про гидроксиды либо как основание в зависимости от того с кем они будут взаимодействовать ну и еще одна особенность оксидов и гидроксидов металлы с переменной степенью окисления могут образовывать сразу несколько оксидов и гидроксидов например это может быть вы знаете да такой пример это есть железо что сразу вспоминается да у нас есть железо со степенью окисления плюс 2 есть железо со степенью окисления плюс 3 в каждом случае у нас будет свой оксид да и каждому в каждом случае у нас будет свой гидроксид соответственно и самые общие способы получения металлов ну во первых это пирометаллургия то есть когда металлы получаются из соединений при высоких температурах то есть их восстанавливают из соединений например железо можно получать из оксидов действуя на них углем или коксом да металлы менее активные тоже можно получать пирометаллургическими методами например воздействие на действуя на соединение таких металлов металлами более активными ну например вот таким способом получает титан второй способ это гидрометаллургия и в данном способе сразу заключены два процесса во-первых это растворение соединение металла в кислоте и второй процесс это взаимодействие соли которая будет получаться в результате первого процесса с более активным металлом например таким способом получают медь то есть допустим мы сначала берем оксид меди растворяем его в серной кислоте при этом у нас получается сульфат меди и далее действуя на сульфат меди железом мы уже будем получать простое вещество меди ну и наконец это электрометаллургия которая представляет собой электролиз расплавов и растворов солей металлов ну и теперь мы с вами начинаем знакомиться более подробно с металлами отдельных групп и начинаем мы естественно с вами с металлов самых активных это металлы которые находятся в главных подгруппах первой и второй группы периодической системы имени Менделеева я надеюсь что вы помните что у нас это будут щелочные и щелочноземельные металлы металлы которые находятся в главной группе первой главной подгруппе первой группы это естественно будут щелочные металлы и щелочноземельные это у нас главная подгруппа второй группы Эти металлы и щелочные, и щелочноземельные являются S элементами, поскольку у них внешний энергетический уровень, который будет заполняться электронами, который заполняется электронами, это как раз будет S уровень. На внешнем электронном уровне у щелочных металлов, у всех абсолютно, начиная от лития и заканчивая Францией, находится один электрон у щелочноземельных металлов. Соответственно, два электрона на внешнем энергетическом уровне или на внешнем электронном слое. Стоит также отметить, что в природе металлы и щелочные, и щелочноземельные в свободном виде не встречаются. Они слишком активны. То есть в природе они всегда присутствуют в виде каких-то соединений. Все эти металлы и щелочные, и щелочноземельные представляют собой твердые вещества серебристо-белого цвета. Они хорошо проводят тепло и электрический ток. Плотность металлов в группе, если мы будем двигаться сверху вниз, она будет увеличиваться. Мы можем сказать, допустим, что литий – это самый легкий щелочной металл, а цезий уже гораздо более тяжелый. То есть у него плотность будет выше. Ну и, естественно, меняются температуры плавления металлов. Опять же, если мы будем брать группу и будем двигаться в группе сверху вниз, то температуры плавления будут уменьшаться. Ну и переходим мы к рассмотрению химических свойств щелочных и щелочноземельных металлов. Естественно, я не могу привести абсолютно все реакции, в которые вступают эти металлы. И на слайде вы можете увидеть наиболее типичные реакции взаимодействия с простыми и сложными веществами. Итак, металлы у нас эти, еще раз я повторюсь, являются очень активными. И они достаточно легко взаимодействуют с различными галогенами. С кислородом, с серой, с водородом. Будут легко взаимодействовать с азотом, фосфором. При действии галогенов мы получаем соответствующие галогениды. Например, это будут галогениды у нас, если мы берем хлор, как у нас здесь показано в качестве примеров. То мы получим хлорид натрия, хлорид кальция. И вот то, о чем я уже вам сегодня говорила. Щелочные металлы в присутствии кислорода, поскольку они являются очень активными, они могут давать перекись. И вот здесь как раз приведена реакция, когда натрий при взаимодействии с кислородом образует именно перекись. С серой образуются соответствующие сульфиды металлов, например, натрий-2С или кальций-С. С гидридами, с водородом, извиняюсь, образуются гидриды натрий-H или, допустим, кальций-H дважды. То есть с простыми веществами эти активные металлы взаимодействуют достаточно интенсивно. Взаимодействуют они и со сложными веществами. Взаимодействие с водой, еще раз повторюсь, у нас приводит к образованию щелочи. И реакции сопровождаются выделением водорода. И вы здесь видите в качестве примеров две реакции. Взаимодействие натрия с водой и кальция с водой. Взаимодействуют они будут с разбавленными кислотами. С образованием соли и также выделением водорода. И здесь у нас реакции приведены в взаимодействие натрия с соляной кислотой и кальция с серной кислотой. В ходе первой, соответственно, образуется хлорид натрия. В ходе второй реакции образуется сульфат кальция. И обе реакции сопровождаются выделением водорода. Ну и одна такая уже специфическая реакция здесь приведена на слайде. Это когда у нас активные металлы могут взаимодействовать с органическими веществами. С такими веществами, как различные органические галогениды. Например, если у нас алкильные производные взятые, то это у нас будет реакцироваться. То есть если у нас натрий будет взаимодействовать с хлористым метилом, то у нас в данном случае углеродная цепочка будет увеличиваться в два раза. Ну и анатрий будет образовывать в ходе реакции хлорид натрия. То есть незабываемо, что у нас сложные вещества. Это не только обычные сложные вещества. Вода, разбавленные кислоты, кислотные оксиды, естественно, у нас здесь могли бы быть. При взаимодействии с которым будет образовываться соль. Но это могут быть и органические соединения. Активные металлы в таких реакциях тоже у нас участвуют. Теперь давайте разберемся с оксидами, гидроксидами и солями этих активных металлов. Ну и естественно, все они образуют основные оксиды, и все они образуют щелочи. Что еще отличает щелочные и щелочноземельные металлы от всех остальных? Если вы посмотрите на таблицу растворимости, то увидите, что большинство солей этих металлов хорошо растворимы в воде. А если посмотрите на натрий и калий, то увидите, что все их соли в воде растворимы. То есть если будет такая задача попадаться в ЕГЭ, связанная с растворимостью солей натрия и калия, то все соли у них растворены. Еще одна особенность, касающаяся солей, растворы солей щелочных и щелочноземельных металлов. Если они образованы слабыми кислотами, то они обладают щелочной средой. То есть идет гидролиз в данном случае по аниону. И в результате такого гидролиза у нас в растворе накапливаются гидроксид ионы, и среда раствора будет щелочной. Если же у нас соль образована щелочным или щелочноземельным металлом и сильной кислотой, то такие соли у нас не гидролизуются. То есть вот такие вот особенности есть у оксидов, гидроксидов и солей щелочных и щелочноземельных металлов. И далее мы с вами переходим к металлам третьей группы. Ну, соответственно, раз они находятся в третьей группе, то на внешнем электронном слое они содержат три электрона. И мы можем записать электронную формулу внешнего слоя. Она у нас будет соответствовать вот такой вот записи. НС2, НП1. Вот они, наши три электрона на внешнем электронном слое или на внешнем энергетическом уровне. Н, соответственно, это у нас номер периода, в котором находится этот элемент. И если мы подставляем сюда номер, то мы получаем формулу внешнего электронного слоя для металла, находящегося в третьей группе и уже в конкретном периоде. Что еще характерно для металлов третьей группы? В химических реакциях они ведут себя как восстановители. Высшая степень окисления, наиболее характерная для них, это плюс 3. Ну и, соответственно, оксиды будут иметь, будут соответствовать общей формуле элемент 2О3. А гидроксиды, соответственно, формуле элемент ООО3. Ну и самым ярким, самым таким типичным представителем, про который нам необходимо сегодня с вами поговорить, это является алюминий. Алюминий достаточно активный металл, и поэтому его получают электролизом оксида алюминия в расплаве креолита. То есть вот у нас креолит. И в ходе электролиза у нас образуется простое вещество алюминий и выделяется еще попутный кислород. То есть алюминий получает электролизом. Вот эта реакция достаточно часто встречается в заданиях ЕГЭ, и вот в новых сборниках я ее видела уже не один раз, поэтому акцентирую ваше внимание именно на ней. По своим физическим свойствам. Алюминий. Это серебристо-белый металл, достаточно легкий, пластичный. И если у кого-то дома есть алюминиевая посуда, то вот с этими свойствами вы знакомы. Да, то есть алюминиевую ложку или вилку легко согнуть. То есть они по сравнению с остальными столовыми приборами более легкие. Ну и если вы купили, допустим, новую алюминиевую кастрюлю, то она будет действительно серебристо-белого цвета, но со временем будет темнеть. А почему она будет темнеть? Чуть позже. Ну и как все металлы, алюминий хорошо проводит теплоэлектрический ток и имеет сравнительно невысокую температуру плавления 660 градусов Цельсия. Химические свойства алюминия. И вот прежде чем мы с вами будем говорить о них, я хочу обратить ваше внимание на этом слайде на то, что здесь все химические свойства для алюминия представлены только в том случае, если у нас алюминий находится без оксидной пленки. То есть вот как раз те потемневшие алюминиевые кастрюльки или потемневшие алюминиевые ложки и вилки, это как раз ничто иное, как алюминий, покрытый оксидной пленкой. Вот. Ну и для сохранения здоровья эту оксидную пленку снимать не рекомендуется. То есть если ваша кастрюлька потемнела, начищать ее опять до светло-серебристого цвета не надо. Пусть лучше она будет темной, потому что оксидная пленка она будет защищать и сам предмет, и будет защищать ваше здоровье. Потому что многозарядные катионы, к сожалению, не всегда положительно сказываются на здоровье. Итак, химические свойства алюминия, еще раз я напоминаю, мы рассматриваем для металла без оксидной пленки. И у нас, опять-таки, возможно взаимодействие с простыми веществами и со сложными веществами. С простыми веществами алюминий образует соответствующие галогениды состава алюминий-галоген. Трое, например, алюминий-хлор-3. С кислородом образуется соответствующий оксид. С углеродом при нагревании образуется карбид алюминия. С серой при нагревании образуется сульфид алюминия. И с азотом возможно образование нитрида алюминия. Процесс идет при очень высокой температуре, поскольку азот это у нас инертное в химическом плане вещество. То есть здесь набор взаимодействий с простыми веществами достаточно такой, скажем так, общий, который будет характерен для большинства металлов. А вот взаимодействие со сложными веществами, вы увидите, что здесь у нас достаточно много реакций перечислено. И давайте их уже конкретно разбирать. Итак, с водой алюминий будет взаимодействовать. Процесс идет при небольшой температуре. В ходе такой реакции образуется гидроксид алюминия и реакция сопровождается выделением водорода. С разбавленными кислотами алюминий взаимодействует, образуется соль и водород. Например, вот такой реакции я вам уже сегодня приводила, про нее рассказывала. А вот с концентрированными кислотами алюминий не взаимодействует. Не взаимодействует, если реакция идет на холоду. Поэтому алюминий в алюминиевых цистернах или алюминий используется для производства цистерн, в которых привозят, например, концентрированную серную кислоту, поскольку реакции на холоду не протекают. Но если же мы добавим к этому процессу нагревание, то здесь у нас уже серная кислота будет выступать не просто как реагент, но и как окислитель. И процесс будет сопровождаться образованием сульфата алюминия, выделением серого водорода и образованием воды. Еще раз повторюсь, вот эта реакция с такими продуктами протекает только при нагревании. На холоду она не идет. С разбавленной азотной кислотой алюминий взаимодействует. И кроме нитрата алюминия образуется оксид азота-2. То есть азотная кислота у нас всегда является не только реагентом, но всегда является окислителем. Ну и с концентрированной азотной кислотой алюминий взаимодействовать не будет. Алюминий, я надеюсь, вы это знаете, используется для получения менее активных металлов. Способ этот называется алюмотермия. И здесь в химических свойствах у нас этот процесс тоже представлен. Ну и наконец у нас алюминий образует амфотерные соединения. И при сплавлении щелочами, допустим, с натриеваш, у нас будут образовываться алюминаты. Вот эта вот реакция сплавления со щелочью тоже достаточно часто встречается в заданиях ЕГЭ. То есть если с водой у нас здесь, если мы будем брать не сплавление, а взаимодействие с водным раствором щелочи, у нас здесь будет идти образование комплексного соединения, а при сплавлении образуется алюминат вот такого вот состава. Аксид алюминия и, соответственно, гидрооксид алюминия. Аксид алюминия – это белое твердое вещество. Оно нерастворимо в воде. По химическим свойствам оксид алюминия является амфотерным. То есть возможно взаимодействие и с кислотами, допустим, как с соляной кислотой, и возможно взаимодействие с щелочами. В одном случае оксид алюминия ведет себя как основный, во второй реакции – как кислотный. Гидрооксид алюминия, алюминия – аж трижды. Тоже является белым твердым веществом, нерастворимым в воде. И с химической точки зрения тоже является амфотерным. Если мы добавим какой-то соли алюминия, створимый, допустим, хлориду на щелочь, то как раз мы увидим образование такого студенистого осадка в пробирке. Это как раз и будет алюминию аж трижды. И если к этому осадку мы добавим кислоту, мы увидим, что этот осадок растворяется. То есть алюминия аж трижды будет взаимодействовать с кислотами, с образованием соли и воды. Но он будет взаимодействовать и с щелочами. Поэтому мы получили по реакции взаимодействие, допустим, хлорида алюминия со щелочью, сам гидроксид алюминия, и продолжаем дальше добавлять щелочь в эту же пробирку. Мы тоже увидим, что осадок будет растворяться. А растворяться он будет в результате того, что будет образовываться вот такая вот комплексная соль. То есть в данном случае у нас алюминию аж трижды будет проявлять кислотные свойства. Следующая группа металлов, которые мы рассматриваем, это семейство железа. Ну и естественно, внимание здесь прежде всего будет акцентировано именно на свойствах железа прежде всего. Железо у нас относится к д-элементам. Четыре электронных слоя у нас у железа будет, поскольку находится в четвертом периоде, и на внешнем электронном слое будет два электрона. Железо и металлы, которые относятся к семейству железа, проявляют пластичность. Это металлы ковкие, и они достаточно прочные. В отношении к магнитному полю они проявляют ферромагнитные свойства. Основные степени окисления железа. Я уже про это сегодня тоже упоминала. Это плюс 2 и плюс 3. Соответственно, образуются два типа оксидов и два типа гидроксидов. Основным способом получения железа в промышленности является восстановление железных руд углеродом в доменных печах. Подробно на этом процессе мы с вами останавливаться не будем. Физические свойства железа тоже вам хорошо знакомы. Металл по цвету является серебристо-серым. Металл, как я уже сказала, ковкий. Металл пластичный. И является ферромагнетиком, то есть проявляет сильные магнитные свойства. В основной степени окисления опять вернемся к ним. Плюс 2 и плюс 3. Соответственно, железо может отдавать 2 электрона, превращаясь в железо 2 плюс, и может отдавать 3 электрона, превращаясь в железо 3 плюс. И опять-таки химические свойства железа мы с вами будем рассматривать как взаимодействие с простыми веществами и со сложными веществами. При взаимодействии с хлором при нагревании образуется хлорид железа 3. Обращаю ваше внимание, не 2, а именно 3, и поскольку хлор у нас проявляет достаточно сильные окислительные свойства, то есть он способен окислить железо до степени окисления плюс 3. При взаимодействии с кислородом могут образовываться оксиды и ферром О, и ферром 2О3, и может образовываться, как вот показано здесь, смешанный оксид, ферром 3О4. То есть у нас здесь одновременно железо присутствует в степени окисления и плюс 2, и плюс 3. При очень сильном нагревании, при очень сильных, при высоких температурах, возможно образование карбида железа, карбида железа, вот такого состава, ферром 3С, при нагревании серой образуется сульфид железа, ферром С, опять-таки при использовании высоких температур, возможно образование силицидов железа, ну это, скажем так, более экзотическое соединение по сравнению, допустим, с сульфидом железа. И возможно образование фасфидов железа, процесс тоже, как вы видите, протекает при высоких температурах. То есть при взаимодействии с простыми веществами железо способно проявлять степень окисления и плюс 2, и плюс 3. Теперь давайте знакомиться с химическими свойствами, когда у нас железо взаимодействует со сложными веществами. И первое такое вещество у нас – это вода. Железо взаимодействует с водой, одновременно взаимодействует с кислородом воздуха, и вы этот процесс все, я думаю, наблюдали и видели ржавое железо. Вот так раз оно покрыто вот этой ржавчиной представляет собой фирму аж трижды, такой бурый, как его называют химки осадок, да, образуется. То есть вот это идет как раз процесс коррозии железа. Железо относится к металлам средней активности, стоит в ряду активности металла до водорода, и поэтому возможно здесь взаимодействие с разбавленными кислотами, в результате процесса образуется соль и выделяется водород, и обращаю ваше внимание, при взаимодействии с разбавленными кислотами железо у нас образует соли, в которых проявляет степень окисления плюс два. То есть при взаимодействии с соляной кислотой мы получаем феррум хлор дважды, при взаимодействии с серной кислотой мы получаем феррум СО4, то есть с разбавленными кислотами. еще раз я повторюсь, образуются соли, в которых железо проявляет степень окисления плюс два. Если же у нас, допустим, концентрированная кислота, взаимодействия, серная, то на холоду у нас процесс не идет, так же, как и с алюминием. А вот при нагревании здесь у нас идет окислительно-восстановительный процесс, и железо уже образует сульфат, проявляя степень окисления в этом сульфате плюс три, а серная кислота будет у нас восстанавливаться до оксида серы. Еще раз повторюсь, процесс идет этот только при нагревании, на холоду реакции не идут. С азотной кислотой железо взаимодействует только с разбавленной, образуется нитрат железа-3, то есть, вот смотрите, опять, если у нас кислота может являться окислителем, то образуется железо-3, соединение, точнее говоря, железо-3. То есть, в нитрате у нас тоже здесь степень окисления железа будет плюс три. Ну, и с концентрированной азотной кислотой реакции не происходит. Если же мы просто возьмем воду, и у нас не будет взаимодействия с атмосферным кислородом, а мы просто будем нагревать, то здесь возможно образование оксидов, чаще всего образуется смешанный оксид, феррум-3-О-4 и реакция сопровождается выделением водорода. Ну, и последнюю реакцию вы уже видели. Это когда у нас железо способно взаимодействовать с солями. В том случае, если у нас состав соли входит менее активный металл. То есть идет в данном случае реакция замещения менее активного железа, менее активного металла на железо. Ну, и давайте знакомимся с соединениями железа, которые оно образует в разных степенях окисления. и начинаем с соединения железа в степени окисления 2-пл. Оксид феррум-О представляет собой черный кристаллический такой порошок нерастворимый на воде. Получают этот оксид восстановление смешанного оксида восстановление ведут угарным газом. Это вторая реакция, точнее вот эта реакция на данном слайде. И по своим свойствам феррум-О это типичный основный оксид. Он может взаимодействовать с кислотами, может взаимодействовать с кислотными оксидами, с образованием соответствующих садин. Феррум-О H2D это твердое вещество, зеленоватый такой порошок, если более точно описывать оттенок, иногда в литературе пишут цвет зеленого яблока имеет. Феррум-О H2D также нерастворим в воде. Получают феррум H2D взаимодействие солей железа, где железо находится в степени окисления плюс 2 с щелочами. Допустим, это мы возьмем феррум-СО4 и натрий-О H, и в результате реакции у нас выпадет осадок феррум-О H2D. достаточно легко этот осадок будет растворяться в кислотах, то есть он проявляет основные свойства. При нагревании будет разлагаться образование соответствующего оксида железа 2 и воды. и поскольку у нас это не высшая степень окисления железа, то мы можем феррум-О H2D окислить до феррум-О H3D. То есть если в ходе реакции у вас вот этот осадок получается, и вы на какое-то время пробирку оставляете, очень непродолжительное время, она у вас сразу приобретает вот такой вот рожевато-бурый оттенок. То есть идет окисление железа и степени окисления 2+, железо переходит в степени окисления 3+. По действию атмосферного кислорода. Теперь у нас соединение железа в степени окисления 3+. Сам оксид железа феррум-2-О H3D бурый порошок нерастворим в воде, получает его при нагревании или при термическом разложении гидрооксида железа 3, либо при окислении перита. Вот это вот вещество феррум-S2, это у нас как раз есть перит. И при сжигании перита в кислороде получается оксид, где у нас железо будет в степени окисления плюс-3. По своим химическим свойствам железо у нас этот оксид железа будет являться амфотерном. То есть феррум-2-О3 способен взаимодействовать и с кислотами с образованием соответствующих солей, возможно взаимодействие с щелочами, и возможно взаимодействие с солями, которые имеют щелочную среду. Феррум-УАШ трижды получают при взаимодействии соответствующих солей с щелочами, выпадает осады, как я уже сказала, имеющие такой бурый цвет, цвет ржавчины. И по своим свойствам он также является амфотерным, может взаимодействовать и с кислотами и щелочами. В последнем случае образуются комплексные соединения. Ну и далее мы с вами знакомимся с металлами, относящимися к подруге хрома. Это у нас кроме хрома сюда входят такие металлы, как молибден и вольфрам. У хрома и молибдена у нас на внешнем электронном слое один электрон будет, у вольфрама и в два. Так же как и металлоподруб и железо это будут у нас D-элементы и для них характерны переменные степени окисления. То есть они могут меняться и меняются в диапазоне от плюс двух до плюс шести. Если мы посмотрим на эти металлы, то они у нас будут иметь характерный серебристо-белый цвет. эти металлы очень твердые, я уже говорила, что хром это самый твердый металл, и для всех этих металлов характерны очень высокие температуры плавления. Ну и более подробно мы с вами будем останавливаться на свойствах именно хрома. поэтому и получение здесь представлено именно для хрома. Во-первых, первый способ это алюмотермия и хром получают из оксида при взаимодействии его при сплавлении с алюминием протекает вот такая вот действительно восстановительная реакция в ходе которой мы и получаем простое вещество хрома. Либо хром получается электролизом водных растворов солей. Я напомню, что хром у нас является металлом средней активности, поэтому на катоде у нас будет происходить одновременно два процесса. Это и выделение металла и образование водорода. Ну и давайте разбираться с химическими свойствами. Ну и я надеюсь, что вы мне сейчас будете подсказывать, какие соединения у нас будут образовываться. Поэтому я открываю наш чат. и если вы определили, знаете, какое соединение будет образовываться при взаимодействии с тем или иным простым веществом, пожалуйста, записывайте его в формулу в чат, а я буду писать формулу уже на слайде. Итак, первая реакция, продукт, который нам предстоит здесь записать, это у нас реакция взаимодействия с азотом при нагревании. Итак, в ходе этой реакции у нас будет образовываться соединение, состоящее из двух элементов. Называться будет оно нитрит, никто почему-то не хочет писать и будет иметь соответственно формулу from N. При взаимодействии с галогенами, например, с хлором, мы соответственно будем получать хлорид хрома. При взаимодействии с кислородом будет получаться оксид хрома состава хром-2 О3 при взаимодействии с карбидом соответственно будет получаться при взаимодействии с углеродом будет получаться соответственно карбид состава хром-3 С2 и обращаю ваше внимание, что большинство процессов протекает при нагревании при взаимодействии с серой при температуре мы получаем сульфид хрома хром-2 С3 при взаимодействии с кремнием получаются силициды их получается достаточно большой набор соединений я вам запишу самые первые которые получаются в этом ряду соединений и самые последние при взаимодействии при взаимодействии с кремнием мы можем получить силицид состава хром-3 кремний а можем получить силицид состава это как бы у нас максимальный возможный продукт по своему составу это будет хром-2 кремний-7 ну и между ними еще 4 или 5 силицидов присутствуют ну и при взаимодействии с фосфором соответственно получается фосфит кремния очень жалко конечно что в чате никто не хочет писать никто не хочет сегодня работать это у нас были взаимодействия хрома с простыми веществами и взаимодействия хрома разбираем со сложными веществами хром будет взаимодействовать с разбавленными кислотами в результате такого взаимодействия будет образовываться соль и выделяться водород и поскольку у нас хром может проявлять разные степени окисления то в данном случае с разбавленными кислотами он проявляет наименьшую свою степень окисления плюс два с концентрированными кислотами серный с азотной хром не реагирует ни при обычной температуре ни при нагревании а при нагревании с водой хром будет образовывать оксид хрома где хром будет в степени окисления плюс три и реакция будет сопровождаться выделением водорода то есть во всех этих реакциях можно заметить что чаще всего хром проявляет степень окисления плюс два и плюс три так извиняюсь я не стерла сейчас я сотру рисунки к предыдущему слайду вообще если мы посмотрим на все возможные степени окисления хрома то мы увидим что их всего три это плюс два плюс три и плюс шесть в зависимости от проявляемой степени окисления хром образует разные по своим свойствам соединения если у нас степень окисления хрома будет плюс два то оксид и гидроксид которые он будет образовывать будут проявлять основные свойства то есть типичные свойства металла да если хром находится в степени окисления плюс три то и оксид и гидроксид будут проявлять амфотерные свойства то есть эти соединения уже могут взаимодействовать и с кислотами и с основаниями ну и наконец степень окисления плюс шесть оксид который образуется в данном случае это хром о3 и ему соответствуют две кислоты это хромовая кислота и двухромовая кислота ну и соответственно оксид поскольку образует кислоты тоже будет носить кислотный характер то есть для металлов для переходных металлов для д-металлов мы можем отразить вот такую зависимость изменения свойств да от наименьшей степени окисления к наибольшей к высшей степени окисления у нас кислотные свойства веществ которые образуют этот элемент будут увеличиваться будут возрастать соответственно в обратном направлении у нас кислотные свойства будут уменьшаться а восстановительные наоборот будут усиливаться то есть очень важно здесь запомнить что степени окисления плюс 2 соединение хром проявляет основной характер плюс 3 амфотерный плюс 6 кислотный то есть вот эти вот особенности нужно знать еще более разнообразной степени окисления у нас проявляет марганец и плюс 2 и плюс 3 и плюс 4 и плюс 6 и плюс 7 и вот в этих степенях окисления тоже у нас проявляется разный характер соединений если у нас степени окисления марганца плюс 2 и плюс 3 и вы видите здесь на слайде соответствующие оксиды и гидроксиды то нужно обязательно запомнить что в этих степенях окисления марганец проявляет только основные свойства и оксид и гидроксид проявляют только основные свойства марганцу аж дважды это у нас основание если степень окисления у нас плюс 4 то образующийся оксид и соответствующий ему гидроксид носит амфотерный характер то есть могут взаимодействовать и с кислотами и с основаниями ну и высшие степени окисления марганца это плюс 6 и плюс 7 оксиды марганец о3 и марганец 2 о7 являются кислотными и каждому из них соответствует своя кислота и мы наблюдаем здесь ту же самую тенденцию если у нас степень окисления в соединениях возрастает то мы видим смену свойств соединений с основных на кислотные и наоборот если степень окисления у нас соединения будет уменьшаться то кислотные свойства будут ослабевать а основные будут наоборот увеличиваться ну и еще раз я вам хочу напомнить для марганца те окислительно-установительные процессы которые протекают в разных средах итак в кислой среде перманганат у нас восстанавливается до марганца 2 плюс в нейтральной среде степень окисления марганца меняется с плюс 7 до плюс 4 образуется марганец OH дважды и в щелочной среде у нас меняется степень окисления с плюс 7 до плюс 6 и перманганат у нас здесь переходит в манганат ну я надеюсь что вот эти основные процессы вы рассматривали когда разбирали кислительно-установительные реакции ну и очень быстренько потому что время у нас с вами на исходе про соединение медь медь у нас может образовывать соединение со степенями окисления плюс 1 и плюс 2 соответственно мы имеем два набора оксидов и гидроксидов купрум уАЖ дважды извиняюсь купрум 2О это у нас твердое соединение имеет такой оранжево-красный или как говорят кирпично-красный цвет это оксид который проявляет основные свойства и при взаимодействии с кислотами образуется соответствующая соль где медь является одноволен если мы будем говорить про соответствующий гидроксид купрум УАЖ то прежде всего это соединение очень нестойкое оно очень быстро разлагается с образованием оксида купрум 2О и воды основной оксид меди который мы чаще всего наблюдаем это купрум УАЖ это твердое вещество черного цвета нерастворимое в воде легко получается при разложении соответствующего нитрата и по своим свойствам это основный оксид соответствующее ему основание купрум УАЖ дважды является слабым основанием это нерастворимый гидроксид если мы посмотрим на таблицу растворимости и его получают при действии на соли меди щелочей выпадает вот такой осадок опять-таки в разной литературе по-разному цвет описывают где-то как голубой где-то как синий ну и мы с вами не успеваем разобрать поэтому я вам только покажу часть заданий которые связаны со свойствами металлов ну во-первых это могут быть такие вот в первой части небольшие цепочки превращения которых допустим здесь вот у нас и присутствует способ получения железа да с помощью алюминия то есть алюмотермия и взаимодействия железа с разбавленной кислотой естественно свойства металлов как простых веществ присутствуют в восьмом задании где предлагается выбрать варианты взаимодействия с различными веществами и свойства металлов чаще всего переходных металлов достаточно часто встречаются во второй части где на дано будет описание различных химических реакций и нужно будет написать четыре уравнения вот этих указанных превращений ну вот например здесь у нас в этом задании как бы реакция начинается с простого вещества железа и соответственно для него идут все остальные превращения ну а здесь задание начинается тоже для на железо и начинается с превращения железной окалины которые нагревают в токе угарного газа опять-таки получается простое вещество то есть вот такого типа задания присутствуют в едином экзамене по химии основываясь на том материале который мы сегодня с вами разобрали я надеюсь что вы с этими заданиями хорошо справитесь большое спасибо за внимание до свидания с огн ин п м н Продолжение следует...